Друзья мои, всем салют! Это я, Романочная Максималка, и сегодня мы с вами поговорим о наболевшем, животрепещущем, нерешенном вопросе, какую выбрать версию JBL Charge 5. Помните, что вот эту вот синюю я распаковывал весной этого года, мы с вами там все это дело разобрали, посмотрели, что внутри. Кто не видел видос, обязательно нырните на канал, посмотрите, отличаются они там или как-то нет по комплектующим. И там я вам в конце сказал, что ну а по звуку давайте сделаем отдельный видос, потому что здесь требуется прям конкретная прослушка. И на самом деле я ее уже давно сделал, то есть еще летом в принципе все вопросы были закрыты, но так получилось, что это мать его лето, и ты ничего не успеваешь. И вот осенью, уже практически в середине, мы сегодня этот вопрос наконец-таки закроем. Значит, какие мы с вами версии имеем? Давайте начнем с камуфляжки. Смотрим на обратную сторону, черном по белому написано ТТшечка. Все понятно, да? Берем синий вариант, смотрим опять же на обратную сторону, и здесь у нас что написано? НДшечка. То есть вот в данный момент у меня представлены две версии, и на самом деле это, наверное, самые популярные версии. Вот я что-то не могу вспомнить, есть ли ТЛ-ка у Чаржа 5-го, напишите в комментариях, если есть. Но обычно ТТшки и ТЛ-ки это в принципе с одного всего завода едет, ну и вот НДшка есть. Короче, массовость ТТшки, она просто поражает. Вот все возможные цвета, самые популярные базовые, там в том числе, по-моему, розовые. Короче, около 4 или 5 цветов она занимает ТТшка. Поэтому мы с вами, получается, берем главную часть всех версий колонок в виде камуфляжки. Ну и НДшечка, она встречается чуть-чуть реже, но тоже, наверное, процентов 20-30 на нее приходится. То есть, получается, мы с вами в этом видосе закрываем вопрос на процентов так 80-90. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Заедине Может, это был просто с нами Волны бился мне ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну вот как-то так, на самом деле. Я понимаю, что сейчас вам задавать вопрос по ту сторону экрана, что типа, ну вы услышали какую-то разницу или нет. Это вообще дико тупо. Но, на самом деле, и по эту сторону экрана никакой разницы не ощущается. То есть, вот я прям конкретно сидел, вслушивался, прогонял свой плейлист несколько раз. При том, что разная музыка, там и рок был. Рок, причем, что и 80-х там, и 70-х прогонял. Прогонял современную музыку, вот эти вот все прямые бочки. Прогонял электронщину, прогонял басик. Короче, я все прогонял здесь. То есть, никакой абсолютно разницы я не нашел. И кто-то, возможно, сейчас по ту сторону экрана все-таки думает, типа, ну ты что, наверное, чуть-чуть, блядь, ебанулся. Ну какая здесь может быть разница? Модели ведь одинаковые. А дело в том, что в предыдущих поколениях, а в частности в Charge 4, была разница. То есть, GG-версия отличалась от TL. И действительно, не то, что вот прям кардинально все переворачивалось, когда ты там включал GG-ку, а потом TL-ку. Нет. Но, вот если рок ты хотел, то это больше было про TL. То есть, у нее более отчетливый вокал был. Если ты хотел что-то более басовое, то это было про GG. В Charge 5 можете прям вообще расслабиться. Никакой разницы между версиями нет. Что касается водонепроницаемости, которую вам где-то вталдычили, и вы все там говорите, что там у кого-то картонные динамики, а у кого-то там каучуковые, да? Но я тоже в плане водонепроницаемости уже давно опровергал все эти мифы. Мы с вами закидывали Charge 4, да, это Charge 4 был в ванну, 30 минут, обе колонки купались, и вообще хер там плавал. Это в то время, когда разница была реально ощутимая. Эти я не купал, но когда делал разборку, видел, как там сделана влагозащита, и вопросов, честно, у меня прям к какому-то определенному там заводу, потому что вроде как это два разных завода выпускают, но у меня нет. То есть я думаю, что спокойно, ну эту-то я купал камуфляжку, эту я не купал, но я думаю, что спокойно и та, и та 30 минут в воде проживут, а локальные случаи конкретные могут быть. Поэтому мой итог вообще этого видоса, что идете спокойно в магазинчик, вот берете понравившийся цвет или какой-нибудь цвет со скидкой, потому что на самом деле сейчас в крае херели. 15 тысяч рублей последняя цена, которую я видел на Charge 5, и спокойно как бы вот выбираете либо скидку, либо цвет, и больше ни за что не переживаете. Не надо там тебе что-то придумывать, какие-то вот эти вот версии, а там будет на 5 минут она дольше в воде держаться, а у нее низы лучше. Нет! Вообще расслабьтесь, берите любую. И теперь я думаю, наконец-таки у нас с вами этот вопрос закрыт. Подписывайтесь на канал Романоч на Максималках, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы, вот такие здесь эксклюзивы выходят. Ну и жду вашего мнения в комментариях. Может быть там кто-то тоже какие-то проводил тесты разных версий, там в магазине где-то слушал, может быть кто-то владеет двумя разными цветами. Тоже отпишитесь в комментариях, крайне интересно. Я то ли так считаю, что нет никакой разницы, или действительно это какое-то такое вот всеобщее объективное мнение. Все, давайте красавцы! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok